Все очень дорого. Многие товары дороже, чем в Европе. Сколько лет мы с вами с этим живем и все надеемся на лучшие времена. Ведь молдавские зарплаты давно не поспевают за молдавскими ценами. Обещанных хороших времен не дождались и при власти Санду ПДС. Нынешняя осень принесла с собой новую волну стремительного подорожания продуктов питания. Так, по данным Национального бюро статистики, овощи подорожали на 45 процентов, фрукты более чем на 19 процентов, а яйца почти на 32 процента. Теперь для большинства граждан эта категория продуктов на вес золота. По словам экс-министра экономики Октавиана Калмыка, мизерный размер пенсии и зарплат не поспевает за ростом инфляции, которая при режиме Санду ПДС за последние четыре года составила 60 процентов. Такой бедности в Молдове не было с 90-х, считает эксперт. Национальное бюро статистики Молдовы сообщило, что в сентябре текущего года уровень инфляции составил 5,2 процента по сравнению с сентябрем прошлого года и 5 процентов по сравнению с декабрем 2023 года. В целом продукты питания подорожали на 7,13 процента. Эта цифра выглядит не так страшно, если не анализировать рост цен по отдельным категориям. Мясо, молочная продукция, хлеб, овощи и фрукты. Резкий скачок цен коснулся практически всех продуктов первой необходимости. Плюс ко всему подорожали медицинские услуги на 24,8 процента. Это большой удар по населению нашей страны, который без того стремительно нищает, говорит экс-министр экономики Октавиан Калмык. За последние 12 месяцев инфляция превысила 5 процентов, но при росте ценно-чувствительные продукты, имеющие первостепенное значение для потребителей, мы имеем данные о гораздо более высоком росте. Здесь речь идет в первую очередь о продуктах первой необходимости, таких как молоко, молочные продукты, хлеб, хлебобулочные изделия, мясо, мясные изделия. Но и по фруктам и овощам темпы роста цен у нас значительно превышают фиксированную инфляцию и значительно превышают индексацию пенсий и зарплат. Надо понимать, что если судить по этим показателям во времени, то мы имели рост цен во много раз двукратный, а то и более чем двукратный, тогда как доходы населения были гораздо скромнее. Экономист подчеркнул, что впервые в истории Молдовы правящий режим Санду ПДС в 2023 году, грубо нарушив закон, проиндексировал пенсии только на 15 процентов, несмотря на то, что инфляция в 2022 году была выше 30 процентов. Если взять период в 4-5 лет, то совокупная инфляция составит 60 процентов, а рост цен на товары первой необходимости превысит 200 процентов или более чем в два раза. За последний год, говорит экс-министр экономики, показатель абсолютной бедности в Молдове достиг исторического максимума. Более 34 процентов всего населения находится в абсолютной бедности, чего раньше никогда не было. Такие показатели фиксировались, наверное, только в 90-е годы, подытожил эксперт.